Привет друзья, это уже 807 выпуск интересных новостей из мира технологий и всякого компьютерного железа. Поэтому заваривайте чаёчек или кофеёчек и полетели посмотрим, что у нас произошло новенького. Буквально недавно мы узнали, что компания Nvidia ещё с модели RTX 4070 Founders Edition начала использовать некий обновлённый разъём питания 12VH Power, который должен быть более безопасным. Теперь же сообщается, что без какого-то лишнего шума команда Хуанга взяла и обновила RTX 4090 и поставила туда вот такой вот новый разъём. Узнать об этом получилось от покупателей новых рефов 4090, которые поделились своими фотографиями, и на них видно, что разъём питания отличается от оригинального. И пожалуй напомню, что вот этот новый разъём отличается от старого тем, что четыре сигнальных контакта сделали чуть короче, и получается, что при неправильном подключении провода они просто не будут задействованы, и 600 Вт через него передаваться не будет. Хотя все равно на данный момент непонятно решает ли эту проблему от сгорания полностью, но остается надеяться, что инженеры Nvidia в этот раз нормально сделали свою работу и постарались на славу. А вот маркетологам Хуанга не помешало бы как-то обыграть эту ситуацию и взять свои слова назад, ведь сейчас они валят всю вину за возгорание на пользователей, хотя проблема-то собственно в разъёме. Та самая видеокарточка RTX 4060 Ti на 16 гигабайт должна выйти на рынок уже 18 июля, однако стало известно, что никаких обзоров до выхода новинки просто не будет. Как стало известно, ни сама Nvidia, ни производители видеокарт просто не горят желанием отправлять тематическим ресурсам новые карты до старта продаж. А ресурс Hardware Unboxed утверждает, что нет никакой официальной программы обзоров грядущей модели. Это всё нам говорит о том, что сама Nvidia и производители видеокарточек просто понимают, что 4060 Ti за 500 долларов и выше это очень спорное решение, и несмотря на 16 гигабайт памяти она вряд ли будет кому-то нужна. И если возвращаться к тому же Hardware Unboxed, то обычная версия 4060 Ti на 8 гигабайт у них является полной парашей, а модификация с 16 гигабайт памяти по сути будет ещё хуже, потому что она очень близка к 4070. Пока там люди тратят деньги на нормальные видеокарты вроде 4070 Ti, фирма GPD запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск внешней видеокарты под названием G1, которая является самой маленькой внешней видеокартой в мире. Внутри этой внешней видеокарточки стоит RX 7600MXT, которая по своим параметрам в принципе идентична настольной RX 7600, разве что частоты и лимиты уже тут чуть пониже. Такая модель потребует где-то до 120 Вт мощности, и фишка в том, что в этой маленькой коробочке уже стоит блок питания на 240 Вт, то есть здесь и видеокарта и блок питания. Подключать эту внешнюю видеокарточку G1 можно будет через интерфейс OCU-Link к консолям GPD, но можно использовать и Thunderbolt 3 или 4 или просто USB 4 и подключать их к большим ноутбукам. Однако вся проблема с этой карточкой в том, что в рамках сбора средств её можно будет купить за 655 долларов, а в рознице она и вовсе будет стоить 795 баксов. И думаю вы уже поняли, что за такие бабки можно просто купить ноутбук 4060 лэптоп или взять какую-нибудь 4070 Ti для компьютеров. Поэтому я если честно не знаю зачем вообще покупать эту G1, ну разве что у вас ноутбук с какой-нибудь стройкой и вы хотите его немного заапгрейдить. Как мы уже знаем, процессоры Raptor Lake Refresh технически будут копиями текущих Raptor Lake'ов, и некоторые модели получат прирост из-за того, что им дадут больше малых ядер. Однако в случае топовых Core i9 наращивать ядра уже просто некуда, поэтому Core i9 14900K вероятно будет работать на частоте около 6 ГГц, как сейчас работает 13900KS. А вот самый топовый Core i9 14900KS предположительно сможет работать уже на частоте 6,2 ГГц, установив таким образом новый рекорд в потребительских CPU. Если говорить про потребление, то 13900KS под нагрузкой может потреблять свыше 350 Вт, а в разгоне и вовсе кушает около 420. Поэтому потребление 14900KS из коробки может приближаться к 400 Вт. Тем временем на Алике сейчас прям за копейки отдают перешитую RX 570 в 580. Но брать такие изделия нужно очень аккуратно, несмотря на то, что это одни из самых дешевых видеокарт на рынке. Также тут можно взять годную плату под Ryzen на чипсете B550, которая как ни крути выходит дешевле местного рынка и к тому же имеет Wi-Fi. И конечно же Алик продолжает славиться дешевыми процессорами. Поэтому за Ryzen 5800X3D вам обязательно нужно заглянуть по ссылочкам в описании. И уже сейчас у нас появились данные про количество ядер в новой линейке процессоров Intel. И как видно 14900K будет иметь 8 больших и 16 малых ядер, собственно как и 13900K. Ждать какого-то дикого прироста от топового процессора думаю не стоит, ведь поднятие частоты на 200 МГц явно не скажется на FPS. А вот 14700K и KF сможет предложить 8 больших и 12 малых ядер, о чем я рассказывал в прошлом ролике. Но об этом мы уже говорили в прошлом ролике, и в принципе 14700K будет удачной моделью. Но самая удачная модель скорее всего будет 14600K или KF, который будет иметь конфигурацию как у 13700K. То есть в 14600K будет по 8 больших и малых ядер. То есть 14-е поколение будет первым, когда Intel дала i5-му 8 больших ядер. И это я напомню, что на 2 ядра больше, чем у 13600K, 12600K и так далее. В свою очередь i5-ые 14500 и 14400 получат конфигурацию 6 плюс 8, как была у Core i5-13600K. А вот самый разнос будет у Core i3-14100 и 14300, где будет по 6 больших ядер, тогда как у их предшественников в 13-ом и 12-ом поколении было всего 4. То есть в 14-ом поколении у Intel по сути усилится вся линейка, кроме флагмана i5-14500. И это было бы отлично, если бы Intel просто сохранила цены и дала дополнительные ядра. Компания Intel решила отказаться от дальнейшего выпуска мини-ПК с семейства NextUnit of Computing, или как их называют в народе Intel NUC. Прямым текстом нам сообщается, что мы решили прекратить прямые инвестиции в бизнес NUC и изменить нашу стратегию, чтобы позволить нашим партнерам по экосистеме продолжать инновации и рост NUC. Причем на самом деле вопрос касается не только мини-ПК, ведь это подразделение Intel отвечало также за эталонный дизайн ноутбуков и всякие эталонные системные платы для мини-компьютеров. Всем этим Intel больше заниматься не будет, но компания рассчитывает, что сторонние производители продолжат развивать экосистему NUC. Разработчику под псевдонимом AntiDev в рамках его проекта Tiny11 удалось продемонстрировать загрузку и работу Windows 11 на системе, располагающей всего 176 МБ АЗУ. Это составляет примерно 5% от минимальных требований самой Microsoft для этой операционной системы, а чтобы достичь такого результата, компоненты и драйверы Windows 11 были урезаны до минимума. По итогу на 176 МБ АЗУ система на удивление была удобной в использовании и отзывчивой, но для возможности запуска на таком ограниченном объеме исследователю пришлось пожертвовать проводником и использовать командную строку. Еще кстати известно, что разработчик программы предварительной оценки Windows с ником Xena сказал, что Windows 11 исключительно с текстовым интерфейсом может работать всего на 96 МБ АЗУ. Но и он же в своем сообщении признал, что такая установка Windows 11 непрактична, поэтому она гораздо менее привлекательна, чем удивительно полезные попытки антидев. Компания Microsoft выпустила сообщение, которое предупреждает пользователей, что сразу несколько вариаций Windows 11 версии 21H2 достигнут стадии End of Service или просто прекращения поддержки. В итоге 10 октября этого года оригинальная версия Windows 11, которая дебютировала в октябре 2021, больше не будет получать обновлений от Microsoft. На самом деле это было вполне ожидаемо, но как бы Windows 11 вышла всего 2 года назад и уже лишается поддержки. То ли время быстро летит, то ли Microsoft что-то мутит. Известный американский инвестор и предприниматель Роберт Киясаки, который также автор бестселлеров «Богатый папа, бедный папа», заявил, что доллар США умрет, а также считает, что биткоин подорожает до 120 тысяч долларов в следующем году. Дословно он говорит, доллар США умрет, триллионы долларов вернутся домой, инфляция взлетит до небес, покупайте золото и серебро, биткоин будет стоить по 120 тысяч долларов в следующем году. И также по его словам 22 августа в ЮАР страны БРИКС представят криптовалюту, которая будет обеспечена золотом. И еще стоит добавить, что в апреле Роберт Киясаки назвал привычные деньги мусором и снова призвал инвестировать в биткоин и золото. А также он точно предсказал финансовый кризис в 2008 году. Компания Apple заблокировала у российских пользователей возможность приобретения подписок Logic Pro и Final Cut Pro для iPad'ов. И более того, Apple начала отменять уже оплаченные подписки. В приложениях Logic Pro у владельцев российских учетных записей Apple пропали условия подписки, а кнопка Start Creating просто не реагирует на нажатие. В свою очередь в приложении Final Cut Pro не удается вообще зайти дальше стартового экрана. Владельцы же уже действующих подписок жалуются, что Apple отменила подписку и прислала письмо с сообщением об ошибке. И при этом деньги возвращаются обратно на баланс сим-карты, с которой они были списаны. Ну и кстати, если кто не знал, то покупать у Apple подписки и всякие программки до сих пор можно с баланса своей сим-карточки. И вроде там работает МТС и еще какой-то оператор. Целый сериал о попытках Microsoft купить Activision Blizzard за рекордные 68,7 миллиарда долларов близится к своему логическому завершению, ведь американский суд вынес решение по делу Федеральной торговой комиссии. Спустя пять дней слушаний судья из окружного суда Соединенных Штатов Северного округа Калифорнии отклонило ходатайство FTC о предварительном судебном запрете сделки. На сторону американского платформодержателя суд склонили его устные и письменные обещания сохранить Call of Duty на PlayStation в течение десяти лет, а также десятилетние соглашения с целью выпустить контент Activision в сторонних облачных сервисах. Сообщается, что суд постановил, что FTC не смогла доказать, что это конкретное вертикальное слияние в данной конкретной индустрии может существенно навредить конкуренции. И не успел Филя Спенсер открыть шампанское, как стало известно, что британское управление по конкуренции и рынкам CMA согласилось приостановить судебную тяжбу с обеими компаниями для продолжения переговоров. С британской стороны говорится, что мы готовы рассмотреть любые предложения со стороны Microsoft по реструктуризации транзакций таким образом, чтобы решить проблемы, изложенные нами в итоговом отчёте. Однако апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании, где должно рассматриваться дело Microsoft и CMA, ещё обязан одобрить или отклонить этот запрос, и вероятно сторонам позволят продолжить переговоры. В общем, это дело выходит каким-то странным, ведь и Великобритания и Америка за пару дней как будто уже готовы одобрить сделку, и вопросов никаких не возникает. Зачем тогда был вообще этот цирк. Ну а Microsoft со своей стороны наверняка попробует договориться с CMA и завершить сделку до 18 июля, иначе придётся платить Activision Blizzard неустойку в размере $3 млрд. Еще несколько месяцев назад студия Gajin Entertainment объявила, что в условно-бесплатном соревновательном боевике War Thunder появится линейка советской робототехники из Atomic Heart от студии Montfish. Тогда разработчики попросили дождаться подробностей, а сейчас объявили, что с 11 июля с 14.00 по МСК по 31 июля 14.00 по МСК уникальные роботы, созданные на предприятии 3826, сойдутся в бою с бронетехникой и вертолётами. В рамках так называемых полигонных испытаний боевых роботов игрокам предложат поделиться на две команды, условно западную и восточную. В составе каждой команды будет представлена бронетехника с вертолётами, а также уникальные боевые машины из Мирата Мигхарт, например, ежиха и пчела. А за выполнение особых боевых задач специальной миссии геймеры будут открывать призовые этапы и получать награды, соответствующую числу этих этапов. Игрушка Starfield уже какое-то время доступна в Steam и имеет системные требования, но AMD вместе с Bethesda решили поделиться собственным вариантом системных требований, где логично указаны только компоненты AMD. В итоге по варианту AMD для игры в Full HD в режиме, который AMD называет героик, будет достаточно процессора Ryzen 5 7600 и видеокарты RX 7600. Режим с разрешением 1440p назвали Epic и для него потребуется Ryzen 7 7700X и RX 6800 Serious. А в режиме Legendary с разрешением 4К нужно уже заиметь Ryzen 7 7800X 3D и RX 7900XT. Как можно заметить, если не считать RX 6800, тут указаны исключительно новейшие CPU и GPU от AMD, что логично с точки зрения маркетинга. Но если посмотреть на требования указанные в Steam, то там можно найти процессоры Ryzen 5 2600X и Ryzen 5 3600X, а также видеокарты RX 5700 и 6800XT. И ещё напомню, что игра выйдет 6 сентября на Xbox и на компьютерах, но не на PlayStation, а для ПК она потребует SSD, на котором займёт 125 гигабайт. На фоне возрождения слухов о появлении фэнтезийного ролевого экшена Diablo 4 в Game Pass, президент Blizzard Entertainment Майк Эбара выступил с категоричным заявлением. В ответ на публикацию микроблога Game Pass Tracker с информацией PicPay о Diablo 4 в Game Pass, руководитель Blizzard Entertainment имел сказать лишь одно, этого не будет. То есть ждать Diablo 4 в Game Pass пока что не стоит. Однако некоторые пользователи Xbox полагают, что появление Diablo 4 в Game Pass это лишь вопрос времени, ведь скоро Microsoft может закрыть сделку по покупке Activision Blizzard. Уже сегодня в 20.00 по московскому времени в стиме завершится двухнедельная летняя распродажа. О том, какие среди всех игр, получивших скидку, принесли больше всего выручки, мы можем узнать из чарта продаж. Лидером по выручке среди всех участников распродажи стала Elden Ring, которая предлагается на 33% дешевле. На предыдущей неделе она вернулась на третье место, уступив стимдеку и сетевому шутеру Battle Beat Remastered. А в период с 4 по 11 июля она занимала 4 место и заподнявшись на вторую строчку Dave the Diver. Само ролевое приключение Dave the Diver повествует об исследователе морских глубин, который днём ловит рыбу, а ночью управляет суши баром. И оно вышло из раннего доступа 28 июня. В воскресенье эта игрушка обновила собственный рекорд онлайна, а отзывы остаются крайне положительными. И это 97% на основе 29 500 рецензий. Еще после трансляции, проведенной 7 июля разработчиками из Larian Studios, ролевая игра Baldur's Gate 3 взлетела с 21 на пятое место, а релиз версии 1.0 назначен на 3 августа. Второй самой прибыльной игрой на летние распродажи стала Red Dead Redemption 2 и она получала 67% скидку на базовое издание и 70% на ультимейт. И сейчас разместилась на 6 позиции. Также среди проектов на которые действует скидка в десятке оказались симулятор выживания Rust со скидкой 33%, ролевая игра Cyberpunk 2077 со скидкой 50% и гоночная аркада Forza Horizon 5 со скидкой 50%. И на этом же моменте выпуск подходит своему завершению, поэтому не забудьте оценить его лайком или дизлайком, а также подписывайтесь на мой канал если еще не подписаны. Также я хочу сказать огромнейшее спасибо всем за финансовую поддержку через мой бусти. До скорого друзья.